Вот энергия в день звезды затухания такая же, как у человека, тело которого уже разлагается в могиле. Этим людям чуть больше повезло. И в эти дни мы не обращаемся за медицинской помощью. День добрый! С вами Надежда Калинина, Академия Метафизики. Сегодня мы рассмотрим дни, когда лучше не обращаться за медицинской помощью, не делать прививки, операции. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и пишите комментарии. Благодарю! К отрицательной энергии в плане здоровья относятся звезда болезней, звезда затухания. Значит, мы обходим эти энергии стороной. Вниз со звездой болезни не рекомендуется посещать врачей, либо проходить какие-либо медицинские процедуры, в том числе и прививки делать неблагоприятно. Звезда болезни определяется по следующей формуле. Нам необходимо знать земную ветвь месяца, и согласно земной ветве месяца определяется звезда болезни, то есть день со звездой болезни. Итак, если у нас месяц обезьяны, значит, все дни козы – это дни со звездой болезни. В эти дни мы не посещаем врачей, не проходим какие-либо медицинские процедуры. Если у нас месяц собаки – все дни петуха – это дни звезды болезни. И так далее. Что значит месяц обезьяны, месяц собаки? Внизу написано расшифровочка по месяцам, то есть если тигр – месяц тигра, это февраль. Кролик – март, дракон – апрель и так далее. Август – это обезьяна, и сентябрь – это петух. Ну и так далее. Но всегда, друзья, помните, что это по восточному календарю. А восточный календарь начинается ориентировочно с 7-го числа, с 5-го числа, в зависимости от месяца. Как можно упростить нахождение дней со звездой болезни? Надо зайти на наш сайт Академии Метафизики, вкладочка «Калькулятор выбор дат», писать месяц, который вас интересует. И в калькуляторе эта звезда уже прописана. Остается только посмотреть. Вот таким образом выглядит калькулятор. Вот в данной вкладочке вы вписываете месяц, выбираете месяц, вот здесь на стрелочке, и у вас появляется весь месяц с днями. И в этом месяце вот подписана, например, звезда болезни. Соответственно, 21-го сентября мы не обращаемся к медикам, не делаем никакие медицинские процедуры. И в, конечно, в том числе и прививки. И вот крупным планом вам показываю, как это выглядит. Вот когда нажимаем на 21-го сентября, вот такой внешний вид. То есть вот написано «Звезда болезни». И также написано «Для кого не подходит этот день для тигра». То есть для людей, рожденных в год тигра, данный день – это день личного разрушителя. На этот момент тоже, пожалуйста, обращайте внимание. Избегайте дни с вашим личным разрушителем и дни со звездой болезни. Следующая отрицательная звезда – это личная звезда затухания. Личная звезда затухания – это когда элемент личности находится на самой низкой энергетической фазе. И перед вами табличка 12 фаз энергетических. И самая низкая фаза – это фаза разложения. И когда вы смотрите ваш элемент личности и опускаетесь до фазы разложения, вот, например, металл Ян, и фаза разложения – это в тигре. Соответственно, дни тигра для людей металла Ян – это личная звезда затухания. Вот примерчик у нас с вами на экранчике. Карты человека. Личность – огонь Инь. По табличке мы смотрим огонь Инь. И фаза разложения, в какой земной ветви? В крысе. Соответственно, все дни крысы – это личная звезда затухания для людей огня Инь. В дни с личной звездой затухания не рекомендуется обращаться за медицинской помощью, так как у организма практически нет энергии. Его энергия на фазе разложения. Если фазы сравнивать с образом человека, в какое-то время мы рождаемся, это фаза рождения, в какое-то время мы на пике своих возможностей, а когда-то приходит время, человек становится стареньким и потом умирает. То есть образ фазы – смерть. Потом его хоронят, тело разлагается. Вот энергия в день звезды затухания такая же, как у человека, тело которого уже разлагается в могиле. То есть можно сказать, что энергии у человека нет. Соответственно, сложно перенести организму медицинские вмешательства. Значит, запоминаем свою звезду затухания, и дни эти не используем для важных событий. Вниз со звездой затухания лучше всего что делать? Медитации, погулять по парку, то есть наполниться энергией извне. Для людей земли и линь, огня ян и воды ян звезда затухания также является благородным человеком. То есть это дополнительная поддержка. Этим людям чуть больше повезло, так как благородный человек уменьшает отрицательное влияние звезды затухания, но не нейтрализует. Поэтому в плане медицинских вмешательств, например, прививку делать в день звезды затухания не рекомендуется. И тем более, если этот еще день является с индикатором звездой болезни. И давайте мы этот момент с вами посмотрим. Вот карта, например, человек, рожденный в день огня ян. Для огня ян звезда затухания. Смотрим, какая земная ветвь в фазе разложения. Это свинья. То есть свинья – это звезда в затухании для людей огня ян. Смотрим табличку с благородным человеком. Для элементов огонь ян звезда благородного помощника, благородного человека – это свинья и петух. То есть свинья – и благородный человек, и звезда в затухании. Минимизируется влияние, конечно, так как благородный всегда помогает, но он не может нейтрализовать эту энергию. Потому что энергии нет, нет, она минусовая. Абсолютно такая же схема для определения и земли инь, и воды ян. Тоже личная звезда затухания является также благородным человеком. Значит, запоминаем, исключаем дни звездой болезни. В калькуляторе выбор дат мы их видим, они подписаны. Определяем для себя, какая наша земная ветвь звездой затухания, то есть когда наш элемент личности на фазе разложения. И в эти дни мы не обращаемся за медицинской помощью. Да, друзья, конечно, если это плановое, если это не плановое, мы всегда обращаемся, главное, чтобы спасти человека. Если же в наших силах выбрать, например, мы выбираем день прививки, мы можем же выбрать дату, когда мы пойдем. Конечно, лучше использовать дни, когда наш организм на высоких энергетических фазах, когда у нас есть силы. Тогда легче будет осилить, допустим, эту прививку или операцию какую-то, или еще какое-то лечение, чтобы организму было проще. Мы должны помогать своему организму. Приглашаю вас на курс здоровья, где мы разбираем предпосылки к заболеваниям, понятие энергии тела, когда тело может уйти из нашей карты, какие дни и часы лучше избегать, а какие выбирать, чтобы максимально успешно прошло медицинское вмешательство. Данный курс подойдет как для людей, которые только начинают изучать Бадзе, также подойдет и для людей, которые уже давно в этой теме. Определенные тонкости, лайфхаки обязательно найдете в этом курсе. Информация про курс в описании под этим видео. До встречи на курсе и следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и пишите комментарии. Команда Академии Метафизики вам и вашим близким желает крепкого здоровья. Используя знания метафизики, мы делаем свою жизнь успешной.